Россия подступила к полному уничтожению всего арсенала химического оружия. Сколько времени это потребовалось и в какую сумму государства это обошлось? Знаете, на самом деле у этой задачи, у этой программы было несколько этапов. Сама международная конвенция была принята в 1992 году, открыта она была в 1993 году. В 1996 году в марте месяце была подписана президентская федеральная целевая программа по уничтожению химического оружия. И, соответственно, с 1996 года началась эта работа. Сначала на первом этапе стояла задача в семи регионах страны, пять из которых дислоцируются в приводстве в федеральном округе, построили соответствующие объекты, заводы по уничтожению химического оружия. И с 2002 года, с 19 декабря 2002 года, начался сам процесс уничтожения химического оружия в Российской Федерации. Надо сказать, что на момент подписания конвенции Российская Федерация обладала самыми большими запасами химического оружия в мире, порядка 40 тысяч тонн, а всего их было чуть больше семидесяти. Двадцать восемь тысяч тонн обладали американцы, ну и остальные, так сказать. Государства, 192 государства стали членами конвенции. Это не значит, что у них у всех было химическое оружие. Ну вот на всех остальных приходилось порядка двух с половиной тысяч тонн. Поэтому, конечно, основная нагрузка легла на Россию. Задача эта была совершенно новая, никто никогда раньше этого не делал. Надо сказать, что все эти боеприпасы, когда производились, они имели срок годности и предполагалось, что они будут уничтожены естественным путем, то есть путем применения. Значит, и, соответственно, нам пришлось, нашим специалистам российским, пришлось разработать новые технологии, создать оборудование и обеспечить процесс уничтожения химического оружия в те сроки, которые будут установлены на основании нашей международной договоренности. И самое главное, с выполнением всех требований, норм, самым высоким уровнем безопасности для населения, для персонала. И пока тут хочется послушать, пока эту задачу удается решать, вот уже сейчас мы находимся на финальном этапе. Поэтому вот, начиная с 2002 года, идет сам технологический процесс уничтожения химического оружия, а программа действует с 96-го года. А в какую сумму обошлось? В какую сумму? На текущий момент это порядка 316 миллиардов рублей, это средства международные, которые были направлены на различные системы мониторинга, безопасности. Ну а порядка 283 миллиардов – это средства федерального бюджета Российской Федерации. Насколько важен для России и для остального мира такой процесс, как уничтожение химического оружия? Почему это необходимо? Ну, вы знаете, на самом деле это настолько важно, сейчас даже трудно переоценить результаты этой работы. Почему? Потому что я сказал, что само оружие создавалось в 50-х, 60-х, 70-х годах прошлого века. Оно имело срок годности 30-40 лет. И вот за период уничтожения химического оружия, за период реализации этой программы нашим специалистам пришлось уничтожить порядка 16 тысяч аварийных боеприпасов. То есть это те боеприпасы, которые уже действительно сроки их эксплуатации давно прошли, и они, соответственно, дали те признаки, которые послужили основанием для того, чтобы применять специальные меры, специальные технологии по уничтожению. Иначе это могли наступить необратимые последствия. 16 тысяч таких боеприпасов было уничтожено за период действия этой программы. А в целом, конечно, в чем важность и значимость, то мы избавляем мир, избавляем страну от самого страшного или одного из самых страшных видов оружия. И вот если сейчас мы, что называется, успешно эту программу завершим, а в этом уже нет никаких сомнений, то можно сказать, что вот эти 40 тысяч тонн смертоносного груза, которые давно уже, так сказать, вышли за все мыслимые и научно обоснованные сроки эксплуатации, они будут уничтожены. Никакой опасности ни для населения страны, ни для мирового сообщества представлять не будут. Ну, то же самое мы ждем от наших западных, коллег, прежде всего, от американских партнеров, которые, к сожалению, затянули с завершением этой программы. И несмотря на то, что, кстати, мы должны были закончить ее синхронно, они ее завершат где-то в 23-м году по тем планам, которые сегодня у них реализуются. У нас на сегодняшний день из 7 объектов на 6 в прошлом году мы полностью закончили эту работу, и вот сейчас завершаем работу на объекте Киздар. Когда объекты по уничтожению этим оружия только строились, местное население опасалось и арсеналов, и опасалось заводов по уничтожению. А как ситуация сейчас в тех регионах, о которых мы говорили? Действительно, это была очень сложная задача убедить людей, что те заводы, которые будут построены, конечно, их строили на определенном удалении от мест массового проживания, но все равно все находятся эти заводы в населенных пунктах, они все равно находятся в радиусе, что называется, от доступности до жилых объектов, до объектов социальной инфраструктуры. Поэтому, конечно, проводилась большая разъяснительная работа с людьми. Показывали, рассказывали, что это будут заводы, какие меры безопасности будут применяться. Была разработана специальная программа по развитию социальной инфраструктуры этих населенных пунктов, этих муниципальных образований. Где-то порядка 10% от суммы всех расходов, которые были направлены на уничтожение химического оружия, мы договорились о том, что будут направлены на развитие социальной инфраструктуры этих муниципальных образований. И где-то на сегодняшний день 11,5 миллиардов рублей — это те средства, которые были направлены на создание школ, больниц, объектов коммунальной инфраструктуры, спортивных объектов, объектов дорожной, транспортной, вот эти средства вложены в муниципальные образования, все муниципальные образования, в которые дислоцируются данные объекты. То есть это, конечно, большая поддержка регионам, а самое главное — созданы условия для безопасного и комфортного проживания людей. Конечно, часть средств были направлены именно на создание мер экологической безопасности, экологического мониторинга для того, чтобы люди были абсолютно спокойны и уверены в том, что никакого вреда для населения не сейчас, но в последующем реализация этой программы не нанесет. Было создано порядка 11 тысяч рабочих мест на этих объектах, и вот за эти годы, соответственно, удалось создать и социальную, и экономическую инфраструктуру этих муниципальных образований, которая позволила людям достаточно уверенно, спокойно чувствовать себя и на период уничтожения химического оружия, и самое главное, что эти объекты будут служить им в дальнейшем. Ну да, то есть они есть и они останутся в том. Конечно. А что будет с объектами после того, как работа будет закончена? Три года назад по поручению президента Российской Федерации Владимировича Путина была создана рабочая группа, задачу которой было поставлено уже за три года до завершения программы уничтожения по химическому оружию. Задача была поставлена подбор вариантов для того, чтобы та часть оборудования, та часть производства, которая не будет утилизирована, то есть которая не заражена, да, которая является полноценным технологическим производственным комплексом, была задействована в народном хозяйстве, чтобы деньги, которые потрачены на уничтожение химическому оружию в части создания производственной инфраструктуры, не были безвозвратно утрачены. И, соответственно, рабочая группа работает с крупными российскими компаниями, как государственными, так и частными. Конечно, мы приоритет отдаем для создания производств профильной направленности, то есть химико-технологической, но это не значит, что там будут только химические предприятия. Есть большой интерес у предприятий различного профиля и строительного комплекса, и, соответственно, медико-биологического кластера. Сегодня эта работа, она проводится в высокой степени готовности. У нас ЛАК временной еще позволяет этот анализ, этот отбор, конкурс проводить. Где-то мы считаем, что через три года эти объекты, после окончательного уничтожения химического оружия, через три года эти объекты могут быть увеличены в хозяйственный оборот. А те части, которые все-таки имели заражение, с ними что-то будет? Они будут утилизированы. Территория будет санирована, очищена, соответственно, будут применены соответствующие технологии, которые позволяют это делать безопасно для населения, для будущей эксплуатации этих объектов. А само оборудование будет утилизировано. То, которое не подлежит уже дальнейшей эксплуатации. Михаил Дмитриевич, спасибо большое. Спасибо вам.